Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Номер 7, урок 30. Реши уравнение с комментированием и сделай проверку. А. 3 умножить на 6 плюс А равно 45. Посмотрим на первое уравнение и упростим его. Для нахождения неизвестного множителя 6 плюс А мы должны произведение 45 разделить на известный множитель, то есть на 3. 6 плюс А получается равно 15. Для нахождения неизвестного слагаемого А мы должны от суммы отнять известное слагаемое. Оно равно 9. Выполним проверку. 3 умножить на 6 плюс 9 равно 45. 3 умножить на 15 равно 45. 45 равно 15. Уравнение В. 12 отнять 40 деленное на К равно 4. В данном случае, упрощая уравнение, мы видим, что у нас неизвестно вычитаемое. 40 деленное на К. Для его нахождения необходимо из уменьшаемого отнять разность. Вычтем правую часть из уменьшаемого. 40 деленное на К равно 12 минус 4. 40 деленное на К равно 8. В данном уравнении у нас неизвестен делитель. Делитель К. Для его нахождения необходимо делимое в 40 разделить на частное 8. К будет равно 5. Выполняем проверку. 12 отнять 40 разделить на К, которое у нас равно 5, равно 4. 40 разделить на 5 равно 8. 12 минус 8 равно 4. 4 равно 4. Все верно. Рассмотрим уравнение В. 30 минус N деленное на 2 равно 9. В данном случае у нас неизвестно делимое. Упростим это уравнение. Для нахождения неизвестного делимого нам необходимо частное умножить на делитель. Умножим правую часть на делитель. 30 минус N будет равно 9, умноженное на 2. 30 минус N равно 18. В упрощенном уравнении у нас неизвестно вычитаемое. Для его нахождения нам необходимо от уменьшаемого 30 отнять разность 18. N будет равно 12. Проведем проверку. 30 отнять 12. Получится 8. Разделим 18. 18 разделим на 2 и получим 9. 9 равна 9. Уравнение Г. 7 умножить на В минус 15 равно 16. Здесь у нас неизвестно уменьшаемое. Упростим уравнение. Для нахождения неизвестного уменьшаемого необходимо к разности прибавить вычитаемое. 7 умножить на В равно 6 плюс 15. 7 умножить на В равно 21. В данном упрощенном уравнении неизвестным остается один из множителей. Для его нахождения необходимо произведение разделить на известный множитель. 21 разделить на 7. В равно 3. Проведем проверку. 7 умножить на 3 будет 21. 21 отнять 15 равно 6. 6 равно 6. Переходим к уравнению D. 20 разделить на х деленное на 9. Равно 4. Упростим данное уравнение. Мы видим, что у нас здесь неизвестен делитель. Для нахождения делителя необходимо делимое 20 разделить на частное. Разделим на правую часть делимое. х деленное на 9 равно 20 разделить на 4. х деленное на 9 равно 5. Как видим, здесь у нас неизвестно делимое. Для нахождения делимого необходимо частное умножить на делитель. х равен 5 умножить на 9. х получается равен 45. Выполним проверку. 20 разделить на 9. 45 разделить на 9. Получится 5. 20 делим на 5. Получаем 4. 4 равно 4у. Переходим к уравнению E. 9 умноженное на t прибавить 37. Деленное на 8 равно 8. Упростим данное уравнение. Как видим, здесь у нас неизвестно делимое. Для его нахождения необходимо частное умножить на делитель. Умножим правую часть на делитель. 9 умножить на t плюс 37. Это наше делимое. Равно 8 умноженное на 8. 9 умноженное на t плюс 37 равно 64. Упростим уравнение еще раз. Для нахождения неизвестного слагаемого мы должны от суммы вычесть известное слагаемое. Вот наше неизвестное слагаемое. 9 умноженное на t. 64 отнимаем 37. И находим, что оно равно 27. Для нахождения неизвестного множителя нам необходимо произведение разделить на известный множитель. То есть t равно 27 разделить на 9. t равно 3. Выполним проверку. 9 умноженное на 3 будет 27. 27 прибавить 37. Мы получим 64. 64 разделим на 8. Равно 8. 8 равно 8. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!